привет всем любителям рыбалки и в сегодняшнем видео буду вязать трихоптера трихоптера это бабочка ручейника прежде чем начать вязать я хотел бы высказать пару слов о сухих мушках в нашем регионе то есть на севере на мушке мы ловим практически только одну единственную рыбу это хариус хариус по моему мнению рыба донная и сухую мушку находящуюся на поверхности он атакует с на практически вертикально поднимается берет мушку так вот что я хотел сказать важна ли повторяемость очень сильно мушки от оригинала так вот я считаю что необходимости в этом нет главное чтобы мушка повторяла силуэт скажем так оригинала и был вас положительной плавучестью то есть хариус кормящий на перекате он скажем так не сильно это разглядывать что там плывет сверху он видит силуэт и он атакует ее а потом уже разбирается съедобное было это или несъедобное вот такие вот у меня мысли поэтому повторяемости сухих мушек необходимости я считаю что нету повторюсь главное чтобы мушка имитировала силуэт оригинала и было с положительной плавучестью и так для вязания сегодняшней мушки я использую крючки фирмы хая буса крючки они эти позиционируют как для вязания сухих мушек они сделаны достаточно тонкой проволоки и так как обычно начинаем секундного клея подготовки платформа для вязания ножки нитки я для вязания этой ножки применяю достаточно толстые 6040 почему потому что будем работать с мехом и так наносим клей нить и укладываем даббинг даббинг я использую синтетический для того чтобы при намокании он не утяжелял нашу ножку так скручиваем даббинг немножко подмотаем кручу даббинг нить и наматываем на цевьё крючка откручиваем и так крючка нашей ножки готова немножко его причешу щеточкой щеточка сделанные зубной щетки под подрезан ворс разной высоты и очень хорошо расчесывать мушку и так брюшка наши ножки готова остается крылышком крылышко мы будем делать из меха косули мех косули волос меха косули он пустотелый по своей структуре тем самым обладает очень хорошей положительной плавучито отрезаем небольшой кусочек меха косули вот такое вот количество так что мы с ним делаем даббинговой иглой мы вычесываем из ворса пуховый подшерст таким вот образом так удаляем ломки обрезки при помощи ступки мех и вот что мы получаем накладываем мех по длине нашего цевья и намотав оборот не затягивая на втором начинаем так вот и фиксируем отводим все назад и фиксируем монтажную нить на цвье крючка делаем фиксирующий узел и все лишние вот эти вот волоски состригаем вот таким вот образом внизу все торчащие волос волоски удаляем чтобы они не торчали так вот немножко тут вот срезанные удаляем волоски и так меняем нитку на более тонкую тонкой нитью работать удобней вот так вот мы и так следующий шаг смотрите что я делаю я пальцем держу нить и нити вот возвращаю обратно и начинаю вот тут фиксировать вот и таким образом вот на пальцем не образовалась петля обрезаем в одну сторону петли и что мы получаем мы получаем две монтажных нити нужно стараться чтобы они были рядом и так для чего это нужно наносим клей на эти нити берем дабинг дабинг от Романа Мозера он его позиционирует как для изготовления трихоптера как раз то что нужно дабинг тоже синтетический и тоже не будет сильно намыкать берем щепотку дабинга и нам нужно распределить волокна этого дабинга параллельно друг другу и мы начинаем его рвать таким вот образом и таким образом волокна нашего дабинга распределяются параллельно друг другу и так берем нить вкладываем дабинг таким образом чтобы он распределился по этой нити и начинаем скручивать так и щёточкой немножко расчесываем вот что у нас получилось в итоге и сейчас начинаем этот табингу уменить и точек к витку укладывать на месте торакса отводя всю эту сторону достаточно плотно достаточно плотно так делаем фиксирующий узел для чего мы это делали расчесываем наш дабинг и вот мушка обретает вот такой вот вид далее мы берем тоненькое перо со скальпа петуха шеи с маленькими маленькими бородками и вот такое вот перышко чтобы его видно и фиксируем его у ушка крючка не убрал остатки второй нити и так и фиксируем его около ушка крючка вот таким вот образом немного заламывая кончик чтобы получился как бы замочек перышко наше не выскочила при помощи перодержателя мы делаем несколько витков возле ушка вот еще один и таким образом вечная проблема перодержателя всегда отрывается перо таким образом смочив пальцы уводим бородки пера назад и вот так вот проматываем монтажной нитью и делаем финишный узел удаляем остатки пера при помощи монтажного лака фиксируем узел и удаляем монтажную нить и так бабочка ручейника готова для чего все вот это вот с дабингом нужно было и с пером для того чтобы мушка оставляла след в виде латинской буквы в как раз именно этот след достаточно видно хорошо рыбе и мушка у нас становится более реалистично вот и как бы все присутствует в данной мушки соответственно и силуэт и след от ее движения и мушка обладает очень хорошей плавучестью то есть даже намокнув она до конца не тонет с применением флотанта ее вообще утопить невозможно она очень хорошо держится на поверхности воды данная муха у меня находится в определенном топе и как сухая мушка я ее очень очень часто использую всем спасибо за просмотр всем хороших поклевок удачных рыбалок до свидания до новых встреч